Релиз новых консолей, выход громких и больших проектов от именитых студий — все это мы уже видели в 2020 году. Хоть нас поджидало много сюрпризов, как приятных, так и не очень, но уже настала пора смотреть в будущее. Поэтому же мы хотели бы заглянуть в 2021 год и рассказать о многих грядущих проектах. О тех, чей выход предполагался в 2020 и недавно анонсированных, до тех, чей выход уже ждут не один год. Также про многие эксклюзивы PlayStation, которых тут нет, мы расскажем в отдельном ролике, посвященном играм для консолей Sony. Что ж, без лишних слов, поехали! Hitman 3. Агент 47 возвращается, ему придется выполнять контракты как на консолях текущего поколения, так и следующего. В третьей части, которая должна стать драматическим заключением трилогии World of Assassination, знаменитому убийце суждено не только колесить по всему миру, выполняя задания на разнообразных уровнях Песочницах, но и выполнить самый личный контракт в своей карьере. Кроме того, IO Interactive подтвердили, что начало игры будет проходить в Дубае, а также мы отправимся на неоновые улицы Китая. Главный герой также не стесняется полагаться на грубую силу и богатый оружейный арсенал. Агент 47 по-прежнему может быстро устранить цель в ближнем бою и мастерски обращается с большим количеством пушек, от классических парных пистолетов до автоматических винтовок и дробовиков. Кроме того, IO подтвердила, что на PS5 и Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду с поддержкой HDR. Примечательно, что можно импортировать локации из предыдущих частей трилогии. Все улучшения обработки, анимации и искусственного интеллекта, представленные в Hitman 3, будут доступны на картах всех трех игр. Little Nightmares 2 Совершенно верно, Little Nightmares получил сиквел, и шестая снова сыграет свою роль в сюжете. Тем не менее, на этот раз главным героем станет некий Мано, которому постепенно угасающая шестая будет помогать в его приключениях по прогнившему изнутри миру. Так что двое товарищей по несчастью должны пробраться через жуткие леса и даже здания школ, чтобы добраться до сигнальной вышки и понять, кто распространяет ли творное влияние через телевизионные экраны. Да, все это звучит крайне странно и непонятно, прямо в духе оригинала. На пути героев станут новые угрозы и монстры, которые определенно устроят им теплый прием. И похоже, нас ждет еще одно кошмарное приключение. Ремейк Prince of Persia The Sands of Time Ubisoft не остается в стороне от тренда ремейков и ремастеров, поэтому в 2021 году на все основные платформы вернется одна из самых легендарных игр эпохи PS2 и Xbox – Prince of Persia The Sands of Time. Как бы удивительно это ни звучало, данная игра станет первым полноценным ремейком от Ubisoft, а не обычным ремастером под новое железо. Тем не менее, ремейк песков времени все еще будет верен оригиналу, лишь графика и геймплей будут обновлены под современные стандарты. Returnal. Первым крупным эксклюзивом для PS5 в 2021 году станет Returnal от студии Housemarque, которые смешали в Эйди на свой козырный шут-эмап-стиль с сюжетно-ориентированным приключением от третьего лица. Вам предстоит играть за Селену, космонавта, которая застряла в адском дне сурка. Каждый день она умирает, воскресает заново, безуспешно пытаясь разорвать цикл и снова умирает. Потрясающая игра для беззаботных весенних деньков. Не находите? Новинки – это круто, но они не всегда оправдывают ожидания. Хорошо, что есть проекты, которые уже завоевали сердца миллионов игроков и продолжают радовать. Один из таких – это World of Tanks. Игра – феномен, которая два раза упоминалась в книге рекордов Гиннеса по наибольшему онлайну. Это говорит о том, что игра не стоит на месте, а становится все лучше и привлекает новых игроков. А завлечь есть чем. Во-первых, встречаем по одежке. В игре очень крутая и реалистичная графика, не хуже, чем в ААА-проектах. Реализм подчеркивается натуральной физикой повреждений. На танках появляются царапины, сколы и отверстия от выстрелов, а снег и грязь налипают при движении. Все это сделано на оптимизированном движке, так что игра пойдет даже на слабых компьютерах. Разнообразие техники и локации сделают каждый матч уникальным. Тем более, в игре запустили праздничный ивент «Новогоднее наступление». Подарки, Снегурочки и Ёлочка уже ждут тебя. Кстати, среди подарков немецкая премиум ПТ-САУ четвертого уровня. Во время ивента можно будет быстро прокачать желаемый танк, а в ангаре тебя ждет Чак Норрис. По легендам он может пробить любую броню. При этом ему самому достаточно просто стоять рядом. Докажи ему, что крут, и он станет командиром твоего танка. В общем, качай игру по ссылке в описании и получай бонусы для быстрого старта. 400 тысяч кредитов, легкий премиум танк Т2ЛТ и неделю премиум аккаунта. В бой! Дезлуп. Говоря о дне сурка. Два убийцы, которые отправляют друг друга на тот свет каждый божий день. Вот вам краткая суть Дезлуп. Действие игры будет разворачиваться на таинственном острове под названием Черный Риф, когда на улице царят так называемые безумные времена. Так как за сценарий отвечают люди из Arkane Studios, очевидно, что у обоих ассасинов совершенно разные взгляды на сложившуюся ситуацию. Если Джулиана хочет защитить петлю, то Коул мечтает ее разорвать, но все заканчивается тем, что один из них умирает. Каждый божий день. 12 Minutes. И снова говоря о дне сурка. В 2021 году нас ждут не только крупные релизы, но и инди-проекты, которые заслуживают внимания широкой аудитории. Я говорю, конечно же, о 12 Minutes – триллере, разработанном Луисом Антонио под крылом издательства Annapurna Interactive. Вы будете играть за мужчину, попавшим во временную петлю длиной в 12 минут. Романтический ужин с женой мгновенно превращается в настоящий кошмар. В квартиру вламывается полицейский и обвиняет вашу жену в убийстве. Внезапно вы возвращаетесь на 12 минут назад, и все начинается заново. Вам предстоит ни много ни мало изменить свою судьбу и разорвать петлю раз и навсегда. Учитывая, что автор игры черпает вдохновение из таких классических работ, как «Сияния Кубрика», «Помни Нолана» и «Окно во двор Альфреда Хичкока», я с легкостью могу назвать 12 минут одной из самых интересных игр Гритая предыдущего года. Ratchet & Clank и Rift Apart Новое приключение Рэдчета и Кланка от Insomniac Games выйдет на PS5 примерно в то же время, что и Dezloop, но точная дата релиза пока неизвестна. На этот раз двое друзей отправятся в приключения по самым разным измерениям. Безумный робот-ученый доктор Nefarius изобрел устройство для проделывания дыр между мирами, в одну из которых и попала наша неразлучная парочка. Ах, да, самое важное. Помимо всего прочего, в Ratchet & Clank и Rift Apart вас ждет новый женский персонаж, Ломбакс, прибывший из иного измерения. Far Cry 6 Да, новая часть Far Cry. А кто-то вообще удивлен? На этот раз очередная революция вспыхнет в вымышленной стране Яра, которую разработчики описывают как тропический рай, застывший во времени. Вы будете играть за члена местного сопротивления по имени Дани Рохас, который должен свергнуть диктаторский режим Антона Кастильо, сыгранного великолепным Джан-Карло Эспозито. Кастильо мечтает вернуть стране былое величие, но он считает, что цель оправдывает любые средства. Halo Infinite. Говоря о дне сурка. Ладно-ладно, шучу. Судя по любопытному подзаголовку первого трейлера Halo Infinite и совершенно новому движку под названием Sleep Space, в следующем приключении мастера Чифа будут нотки ММО. Ну или, по крайней мере, открытый мир и механики, свойственные играм-песочницам. Если взглянуть на потертую броню, складывается впечатление, что знаменитый спартанец переживает не самые лучшие времена. Но про сюжет пока что ничего не известно. Будет ли Halo Infinite ММО или нет, он все еще обязан стать легендарным возрождением серии, которая так ждут фанаты. The Masquerade Bloodlines 2. За разработку легендарного продолжения отвечает Hardshoot Labs, студия по большей части состоящая из бывших сотрудников студии Zombie, которые за свою карьеру создали множество олдскульных шутеров. Более того, события будут разворачиваться в их родном Сиэтле во время не самого удачного рождественского сезона. Вампиры-сепаратисты нарушают один из главных заветов вампирских кланов — не нападать на людей в открытую, отчего обычные сверхъестественные миры погружаются в хаос. Будучи недавно обращенным вампиром, вам придется разбираться в распрях кланов, изо всех сил борясь за свое выживание. Я не могу не упомянуть, что Крис Авелон, ставший очередной жертвой культуры отмены, покинул ряды сценаристов, и теперь за сюжет отвечает сценарист, работавший над Mass Effect Андромеда. Bloodlines 2, вне сомнения, является одной из самых ожидаемых игр грядущего года, но, увы, пока без точной даты. Lord of the Rings Gollum Деделик, а что у вас там в кармашке? Случайно не моя прелесть? Нет, перестань! Сначала нам нужно рассказать про игру. Прошу прощения. В 2021 году выходит Lord of the Rings Gollum, в который вы, очевидно, будете играть за Голлума. Все начнется в крепости Барад-Дур, что в Мордоре, где Голлума держали в заложниках. Вы побываете во множестве знаменитых мест Средиземья, и разработчики обещают гигантские атмосферные локации с несколькими квест-лайнами и множеством дружественных и не очень персонажей. Самое важное — игра вдохновлялась набросками самого Толкина, а геймплей будет представлять собой стелс-экшен, который выжимает все соки из раздвоения личности Голлума. Ghostwire Tokyo Когда люди начинают буквально испаряться с залитых неоном улиц Токио, становится очевидно — творится какая-то чертовщина. В Ghostwire Tokyo японскую столицу наводняют странные тени и ужасные монстры, навеянные восточными мифами и легендами. За разработку отвечает студия Синзимиками, отца Resident Evil и The Evil Within, так что за качество игры можете быть более-менее спокойны. Особенно с учетом того, что Ghostwire Tokyo будет полон всяких паранормальных сущностей, событий, заговоров и оккультизма. Resident Evil 8 Village Раз уж речь зашла о господине Миками, Resident Evil Village является прямым продолжением седьмой части. Спустя несколько лет после луизианского инцидента, Итан снова попадает в передрягу. В трейлере можно увидеть знакомое лицо Криса Редфилда, чье появление и привело к тому, что Итан оказался в странной деревне. Но подождите, что Крис забыл в доме Итана? Почему он убил его жену? И убил ли он друг или враг? Трейлер заставляет задаться кучей вопросов, но не дает на них ответа. А еще в нем можно было увидеть каких-то оборотней и дам в пышных платьях. Что, черт возьми, вообще происходит? Resident Evil 8 Village — персональный фаворит и самая ожидаемая игра грядущего года у многих игроков. Horizon Forbidden West Элой снова в деле. На этот раз она отправляется в постапокалиптический Сан-Франциско. Трейлер, показанный во время Sony's Future of Gaming, подтвердил, что Horizon Forbidden West станет эксклюзивом для PS5. Кроме того, в нем можно было увидеть потрясающие яркие пейзажи, новых робозверей и, самое главное, подводные уровни. Уже не терпится узнать, какие тайны Gorilla Games подготовила для игроков на этот раз. Biomutant — постапокалиптическая ролевая RPG-игра с открытым миром и боевкой, где рукопашный бой сочетается со стрельбой и мощными способностями облученного радиацией мутанта. Вместо человека нам придется взять под управление антропоморфного кролика с огромным мечом за спиной. Игрок волен исследовать открытый инопланетный мир, наполненный опасностью и духом приключений. Игру можно исследовать пешком или с помощью одного из различных игровых транспортных средств, таких как гигантские шагающие роботы, воздушные шары или даже несколько прирученных монстров. Выход игры пока еще запланирован на этот год, но точной даты, к сожалению, нет. Но теперь самое время заглянуть в далекое и уж совсем неопределенное будущее. God of War 2 Рагнарёк Уровень ажиотажа высок, и по словам одного из игровых тестеров студии Санта Моника, Рагнарёк получит статус «Игра года». Он добавил, что команда разработчиков работает над чем-то особенным и безумным, и что фанатам действительно следует подготовиться к лучшей игре. В тизере звучит голос Кратоса. Знакомый лысый бородатый бог призывает всех приготовиться, а после этого показывается надпись «Грядет Рагнарёк». Судя по этим мелочам, новая игра сюжетно продолжит предыдущую, а разработчики намекнули на появление в истории самого Тора. Больше мы точно узнаем уже скоро. The Calista Protocol Фанаты сурвайвл-хорроров, обязательно обратите свое внимание на The Calista Protocol. Дебютный проект студии Streaking Distance будет представлять собой некстгеновый сурвайвл-хоррор, чьи события будут происходить в тюрьме строгого режима на Луне Юпитера. Судя по трейлеру, расчлененке жестокости будет порядочна. Ах да, две самые важные вещи. Во-первых, за разработкой стоит Гленн Скофилд, создавший всю трилогию Dead Space. А во-вторых, сюжет Calista Protocol разворачивается в том же сеттинге, что и PUBG. Да, PUBG... Что? ARC 2 Популярный симулятор охоты на динозавров возвращается. И на этот раз вместе с Вином Дизелем. Да, главная звезда Форсажа не только сыграет главную роль в продолжении своей любимой игры, но и займет кресло исполнительного продюсера Wild Card. Если в коллекционном издании не будет цепочки с крестом Доминика Торетто, то, в принципе, вся затея коту под хвост. Dying Light 2 Ни один год не обходится без одной и двух игр про зомби, но пока что у Dying Light 2 есть все шансы стать единственным подобным проектом, в который вы просто должны поиграть. Techland задали хороший старт, выпустив первую часть, и сиквел, скорее всего, улучшит каждый аспект оригинала. Мир, реагирующий на ваше решение, нелинейное повествование, обновленная боевка и улучшенная графика — вот главные запчасти этой машины зомби-киллера. Главное, чтобы по пути у нее не отвалился двигатель, потому что Крис Авелон работал и над сценарием Dying Light 2. Точной даты релиза еще нет, но я уже понемногу наматываю колючую проволоку на свою биту. Dragon Age 4 Следующим крупным проектом от BioWare, после провального Endem, станет четвертая часть Dragon Age, которая продолжит историю, начатую в Inquisition. Самое интересное — главным антагонистом станет бывший товарищ — Эльф Solos. Помимо этого об игре мало что известно, но вполне можно ожидать много тактических боев, диалогов и даже охоту на драконов. Надеюсь, что уже очень скоро появится больше подробностей о дате релиза. Mass Effect 4 В дополнение к Dragon Age 4 BioWare также анонсировали очередную часть Mass Effect. Короткого тизер-трейлера было более чем достаточно, чтобы заинтересовать фанатов. А еще мы наконец-то снова увидели Леару, которая стала старше и кажется мудрее. Что странно, теперь она охотится за Нормандией — кораблем Шепарда. Что это значит? Пока что BioWare хранят не только молчание, но и тайну о дате релиза. Skull & Bones В обозримом будущем Sea of Thieves станет не единственной пиратской игрой с открытым миром. Ubisoft вскоре будут готовы спустить паруса Skull & Bones — корабля, который покажет куда более реалистичный подход к пиратству. По сути, Skull & Bones — это как Assassin's Creed Black Flag, только не Assassin's Creed. Даже за разработку игры отвечает та же команда, что и The Black Flag. Девелоперы обещают масштабную синглплеерную кампанию про то, как главный герой будет бороться за контроль над водами Индийского океана. Тем не менее, самая главная фишка игры будет заключаться в PvP-сражениях, когда две армады будут воевать друг с другом. Ах да, берегитесь Кракена, потому что легендарное чудище не дремлет. Hollow Knight – Silk Zone Студия Team Cherry собирается продолжить историю Hollow Knight. Sequel расскажет о путешествии королевы Хорн от защитницы Hollow Nesta. Ее захватили в плен и утащили в странный далекий край. В Silk Zone вас ждут 150 новых врагов и приемов, новые города, инструменты и задания. Так как за игру отвечает Team Cherry, весь мир игры будет создан в нарисованном от руки уникальном стиле, а каждый уровень готов похвастаться уникальной атмосферой. Дата релиза пока что остается тайной. Senua Saga Hellblade 2 Не ожидайте, что история Senua станет легче с тех пор, как мы виделись с ней в последний раз. Обескураживающее пение, вспышки зловещих костров и гигант, похороненный в скале, намекают на еще одно мучительное путешествие, которое, как я надеюсь, произведет такое же впечатление, как и оригинал. Elden Ring. Только представьте, Хидетако Миядзаки работает рука об руку с автором Игры Престолов Джорджем Мартином. События игры будут разворачиваться в огромном мире, чья история уже давно заляпана в крови. В общем и целом, на данный момент о сюжете почти ничего не известно. Но во время прошлогоднего Xbox Wire, Миядзака сказал, что Elden Ring, то есть состарившееся кольцо. Это имя, данное загадочному концепту, которое определяет саму суть мира, и что оно было уничтожено. Последствия этого события будут одной из важных тем будущей игры. Diablo 4 Blizzard выбрали более жестокий и хоррорный подход к разработке нового Diablo, явно вдохновляясь столь любимой фанатами второй частью. Поэтому мы снова сможем поиграть за старые классы, вроде Друида. Кроме того, Diablo 4, скорее всего, будет игрой-сервисом. Вы вполне можете столкнуться с другими персонажами, исследуя дикие земли и сражаясь с врагами. Более того, в игре будут происходить публичные события и появляться мировые боссы, которых можно победить рука об руку с незнакомцами. Подземелья по-прежнему будут выделены лишь под вас и вашу группу, но из-за других игроков Светилище чувствуется как никогда живым. Единственная проблема заключается в том, что мы понятия не имеем, когда Blizzard планирует выпускать новую экшен-РПГ. Судя по всему, это точно не произойдет в ближайшее время. Ах да, помните Лилит из второй части? Готовьтесь к новой встрече, потому что это будет очень непросто. Скайрим для теста на беременность. Чего? Не то. Скайрим на аппарат для искусственной вентиляции легких. Даже не то. О, Скайрим на Скайрим. Нет. А, вот оно. The Elder Scrolls 6. Что нам известно? Ничего. Где будут происходить события? Непонятно. Когда выйдет? Ну я что вам тут, тот купи Говард? Starfield. Starfield первая совершенно новая франшиза от Bethesda за последние 25 лет. Игра настолько окутана тайной, что даже неизвестно, выйдет ли она на текущем поколении консолей. Что неизвестно? Ну это будет космическая РПГ в открытом мире, над которой студия работает уже много лет. Где будут происходить события? В космосе. Когда выйдет, кажется, я все еще не тот Говард, а хотелось бы. Overwatch 2. События Overwatch разворачиваются в ярком мире, которому явно есть что рассказать. Но пока что Blizzard держит его в рамках синематиков, комиксов и прочих побочных материалов, тогда как в самой игре никакого контекста почти нет. С выходом Overwatch 2 все изменится. Разработчики взяли основу, мультиплеерные командные шутеры поместили поверх целую кучу всякой всячины. В сиквеле появится однопользовательская кампания и кооперативные режимы. Также Blizzard пообещали, что не оставит игроков, не купивших продолжения. Соревновательный режим будет общим для двух игр, так что соответствующая комьюнити не разделится на две части. Stalker 2. Ждалкер 2. Когда выйдет, когда на горе бандит маслину не поймает, а Вова Вис на кордоне перестанет попадать в бедного меченого. Место действия осталось прежним. Это альтернативная версия зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, созданная в 2006 году благодаря еще одному взрыву реактора. Там таятся многочисленные загадки, опасности и ценные артефакты, привлекающие сталкеров со всех уголков мира. В этот раз игроков ждет полностью открытый мир, а не несколько больших локаций, соединенных экранами загрузки. Зона — один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса на данный момент. Особой же гордостью разработчиков является улучшенная система поведения искусственного интеллекта под названием Alive 2, благодаря которой в Зоне постоянно происходят различные изменения даже без участия игроков. В игре будет масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока будут влиять не только на судьбу персонажей и локальные события, но и на мир в целом. Stalker 2 является самым масштабным и амбициозным проектом в истории GSC, а возможности консоли Series X и ПК позволят разработчикам не идти на компромиссы. Более того, шутер будет доступен сразу на релизе в сервисе Game Pass. Игра выйдет сначала на ПК и Xbox Series, а позже сделает выброску и на PS5. Про дату релиза остается только гадать, говорят, что до нее еще очень далеко. Внезапно некоторые игры из нашего списка могут стать потенциальным сюрпризом, как в хорошем, так и в плохом смысле. Это уже традиция такая сложилась, и не удивляйтесь потом. Но один аспект не меняется. Игровое сообщество точно ждут крутые игры, уж совсем неожиданные открытия и влияющие на индустрию видеоигр проекты. Естественно, будут и откровенные провалы, а также жертвы собственных амбиций. Но это будет позже. А сейчас расскажите, какие игры в 2021 году вы ждете больше всего. Как думаете, чего ждать от новых игр? Давайте поговорим в комментариях. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.